здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу с вами поделиться полезными функциями строительного фена о которых возможно кто-то не знает а кто-то допустим знает ну не о всех самых интересных полезных функциях кроме того что он дует горячим воздухом как этим горячим воздухом и в каких условиях можно воспользоваться значит смотрите самое первое для меня вот я недавно коснулся с этим функция это высушивание швов во время того когда я промазывал щели для соединения вот такой заготовочки клеем нанесли клей сколько вам требуется я сейчас намажу это побольше именно по бортам размазав чтобы было видно после того как он это все высушит в какого состояния это все применяется теперь включаем фен и прогреваем близко держать не нужно потому что клей начинает чуть не закипать поэтому даже можно поставить на первое положение и постепенно постепенно все это высушиваем но я думаю этого будет достаточно обратите внимание немножко тепло горячее но к пальцам ничего не прилипает как видите клей вполне отлично засох как вы видите вот такое вот применение номер один высушить какой-то клей лак можно даже в принципе если где-то подкрасили кисточкой нужно побыстрее близко не подносить чтобы не спузырилась пожалуйста все отлично высыхает второй полезной функции будет являться скотч наклейки для того чтобы ободрать вот эту вот часть вот она прилипшая ей уже лет наверное сто образно говоря ну она не отлепляется она маленькими кусочками рвется и как бы и все отлепить ее невозможно поэтому что мы делаем нагреваем какой-то участок и снимаем давайте посмотрим как это будет получаться пожалуйста все отлично отодралась вот такая вот функция снять старую наклейку либо старый скотч который также может быть наклеен но присох и не отдирается вот такая вот интересная функция номер два также феном можно очень хорошо и легко работать с полипропиленом включили нагреваем эту часть параллельно часть которую ходит в туловичка и соединяем обратите внимание эту часть я также использовал и паял также что-то все крепко ничего не шевелится есть еще одно положительное решение также прогреваем на втором положении буквально потребуется Секунд 30, может быть, минутка, чтобы посильнее разогрелось. Этот способ, он будет вам полезен для того, чтобы сделать резьбу на трубке. И накручиваете. Теперь даем остыть, после чего, сейчас попробую сразу открутить, чтобы было понятно. Пожалуйста, я прогрел самый край, если бы дальше прогрел, то закрутилась бы и дальше. Резьба нарезалась. Можно работать и с полипропиленом, при помощи строительного фена. Еще одно такое интересное, смешное применение было. В практике, значит, были мы на отдыхе у одного моего знакомого на гараже, жарили шашлыки. Смысл в чем? Мы не могли с мангалом долго разжечь. Дровишки были сырые, углей было не так сильно много заготовлено. И знакомый просто взял фен и раздувал им огонь. Я вам скажу, получилось вполне отлично. Ничем не хуже, так же он отработал. Следующая полезная функция. Вы используете свеч для каких-то ваших нужных целей. Случайно накапали. Разлилось, перевернулось вот таким образом. Вот. Если вы будете отдирать это ножичком, то вы можете поцарапать лакокрасочное покрытие. Видите? Можно зацепиться и поцарапать. Опять на помощь приходит фен. Прогреваем. Мгновенно весь воск превращается в жидкую форму. Теперь это вот таким образом мы убираем. Пожалуйста. Чем не положительная функция? Главное не перегреть и сразу стереть. Очень полезная функция так же будет это наклеивание кромки на дерево. Так как кромка сама по себе продается для мебельных не соединений, а вот этих вот торцовых ДСПшных материалов. Она продается вместе с клеем. И чтобы ее приклеить, опять же, необходимо именно ее чем-то прогреть. Вы можете как прогреть и приклеить ее, так же ее и снять. Прогревая край, вы можете свободно ее так и наклеить. Сейчас это наглядно покажу. И аккуратненько лезвием поддеваем. Все очень легко, просто и быстро. То же самое. Приставили, прогреваем и прижимаем. И она у вас приклеится. Очередная полезная функция. Следующая полезная функция будет для электродов. Как правило, сварочным аппаратом в большей степени мы пользуемся либо в слесарке, либо в гараже. У кого как, у меня, допустим, в гараже сыровато. Поэтому, соответственно, электроды, они имеют место отсыреть. Ну, а потом все мы знаем, что когда варить начинаем, то сырыми электродами никакой хорошей вещи поварить положительной нет. Поэтому, можно взять электроды, хотите пачкать, хотите как-то их разложить, включаем фен и просушиваем электроды. В идеале это можно сделать положить на деревянную дощечку какую-то плоскую и разложить. Допустим, не как сейчас я разложил его большим, а какой-то партией, к примеру. Разложили и просушиваете. как вы видите, даже цвет практически сразу меняется с темно-серого на цветный. Вот такая вот функция положительная именно для электродов, для сварки. Даже видно, остаются влажные пятна после того, как вы просушиваете от электродов. Поэтому вот такая польза для электродов от строительного фена. В домашних условиях фен будет полезен тем, что если у вас имеется старая краска и она в этих местах очень тяжело сходит. Особенно, когда вы долгое время оббиваете чем-то ее, она прилипает, прикипает и тяжело снимается. Поэтому включаем фен, нагреваем это место и краска очень легко и быстро будет сниматься с этого места. Второй положительный плюс в домашних условиях при ремонте фен может помочь. сами проклеили и вот эти швы обильно смазали клеем. У вас не получается их оторвать от клей. Берете фен и опять же прогреваете этот шов и он как видите очень легко начинает сразу отставать. Вот самую малость я прогрел и он сразу в этом месте начинает отходить. Поэтому пользуйтесь феном в домашних условиях в мастерской кому где как он будет полезен. Всем спасибо всем пока.